С вами снова Medical Fitness и сегодня я хотел поговорить о медиальной грыже. Медиальная грыжа – это особая грыжа, которая выпадает в центр позвоночного канала. Это может привести к очень серьезным последствиям, в частности, может привести к пролечу конечностей. Я бы не рекомендовал затягивать с лечением данной грыжи. Лечение данной грыжи проводится стандартными процедурами, то есть может сниматься воспалительные процессы, может использоваться тракция, лечебный массаж, мануальная терапия. Но людям с такой грыжей нужно отнестись максимально, предельно, ответственно к своему лечению. Также не стоит бояться операций с этими грыжами, так как отсутствие лечения, запущенные варианты данной грыжи, они всегда приводят к очень серьезным последствиям. Ну, что из своей практики я хотел бы подчеркнуть. Очень хорошо помогает тракция, но это опять же мы не можем уточнить ваш анамнез, узнать какой размер грыжи. Поэтому здесь нужно определиться, четко провести грани, когда нужно делать операцию, когда не нужно. Часто очень бывает случай наложения других каких-либо заболеваний или синдромов других, в частности, миофициального синдрома. Все это будет усугублять ваше состояние. Обязательно заниматься лечебной гимнастикой, корригирующей гимнастикой, если у вас есть сколиоз. Не стоит запускать любые проявления болей, жалоб, чувства анамения. В общем, любая симптоматика, которая вас смущает, должна обязательно подвергаться изучению. Вы должны обращаться к вашему лечащему специалисту, потому что медиальные грыжи очень-очень коварны. Дорогие друзья, я хотел бы обратиться к вам с просьбой подписаться на мой канал, поставить лайки. И вы можете написать в комментариях ваши случаи, самые интересные случаи, которые у вас были. Я, возможно, буду разбирать на канале. Мы будем на таких примерах из жизни. Я планирую взять несколько случаев, которые вы мне напишите, и дать какие-то конкретные рекомендации. Ну, а в случае с медиальными грыжами я все-таки чаще рекомендую пациентам даже прооперироваться, чем нежели рисковать идти на какие-то серьезные осложнения. Ну, или же, как альтернатива для тех, кто, в общем, не приемлет оперативное вмешательство, это очень долгие занятия лечебной физкультурой. Правильно, под вас подобранная лечебная физкультура сможет максимально обеспечить выздоровление. Ну, выздоровление в плане, конечно, грыжи никуда не денется, но вы вернетесь к вашему уровню жизни, да. То есть мы говорим о том, что у пациента восстановится уровень жизни, пропадут жалобы и так далее. Опять же, о том, как вести профилактику, я снимал видео в подсказочках, я надеюсь, оно всплывет. Ну, и, в общем-то, введите профилактику, будьте здоровы, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, ставьте лайки. Я жду ваших комментариев, ваших вопросов, самые интересные, описанные случаи, которые вы укажете и пришлете мне МРТ, возможно, да. Я постараюсь озвучить на канале, и, может быть, у нас получится с вами что-то разобрать. Да пребудет с вами здоровье!